Ну а я напоминаю, что в группе ВКонтакте регулярно проходят сборы на новые SSD, после чего на стриме я разыгрываю эти SSD. И этот SSD не исключение, он уже разыгран и после обзора поедет к своему победителю. Также у меня есть сайт ProSSD.ru, где я создал удобные сравнительные таблицы по всем SSD, которые были у меня на обзорах. Переходите, смотрите, сравнивайте и покупайте только лучшие SSD. Всем привет, с вами Давилович. Сегодня новенький обзор на PCIe 4.0 SSD. Это Patriot Viper VP4100 объемом 1 терабайт. Кстати, данное SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене. Ссылочка есть под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и смело можете покупать. Ранее на канале у меня уже был VP100, только объем 500 гигабайт. И скорости записи там были низенькие, там 2500 или 2700, я уже не помню. Ну, в общем, уровни PCIe 3.0 SSD, несмотря на то, что серия VP4100 это PCIe 4.0 SSD. Но данная серия у нас не прямо топ, потому что, во-первых, он построен на базе контроллера FISON 5016E16. А во-вторых, потому что есть у Viper еще лучше SSD, тоже PCIe 4.0, это VP4300. Но до него мы еще доберемся, а пока давайте рассмотрим эту модельку. Что касается скоростей, здесь заявлено до 5000 на чтение до 400-400 на запись. Отличные результаты. Что касается гарантий 5 лет, а ресурс 1800 терабайт, при том, что это накопитель на 1 терабайт. Что ж, 1800 раз можно смело перезаписывать данные SSD, и это очень много даже по современным меркам. Что же касается самого накопителя, то прошлый раз он показал себя, ну, более-менее нормально. Там был достигнут троттлинг без радиатора. С радиатором его достигнуто не было. Будем проверять, смотреть, что же у нас сейчас здесь на данном SSD. Поэтому не будем откладывать это на потом, не буду вас задерживать. Переходим быстро к распаковке, а потом делаем тесты. SSD накопитель Viper VP4100, объем 1 терабайт. У нас поставляется стандартная для SSD Viper упаковка. Красочное изображение нашего SSD. Скорость до 5000 на чтение до 4400 на запись. Что относится к версии на 1 и на 2 терабайта. Эксперт. С обратной стороны у нас кратники и характеристики. Все также указаны скоростью. Указывал у нас объем от 1 терабайта до 2. Но нет, есть версия на 500 гигабайт. И обзор уже есть на канале. Вот так вот все это дело красиво открывается. На магните крышка у нас. И выглядит все это, конечно, эффектно. Изображение нашего SSD. Кратенькое описание. И через прозрачное окошечко видим наш SSD Viper VP4100. С установленным металлическим радиатором. Снизу у нас наклеечка с полным наименованием модели. Также штрих-код, возможно, серийный номер. И все. Сверху и снизу у нас упаковка защищена фирменным кусочком скотча с логотипом компании Patriot. Что ж, давайте сейчас вскроем нашу упаковочку. И достанем героя сегодняшнего обзора. Отлично. Готово. Вуаля. Внутри у нас пусто. Больше здесь ничего нет. Ничего нам интересного не положили. Но давайте вскрывать упаковку. Опа. В таком вот блистере все это запаковано. Внутри у нас еще один контейнер. Где уже, собственно, находится наш SSD. Так, аккуратненько вынимаем. Все. Вот он, наш SSD Viper VP4100 на 1 терабайт. Радиатор. Термопрокладкой. Видим чипы памяти. Два чипа памяти. Контроллер. И два чипа DRAM кэша. А, чипов памяти у нас здесь 4. Снизу 2. И на лицевой стороне тоже 2. Ну, как известно, контроллер FISON PS5016E16. Что ж, давайте устанавливать SSD. И посмотрим, что же он нам сможет показать. SSD накопитель Patriot Viper VP4100. Объем 1 терабайт. Установим. Переходим в управление дисками. Инициализируем наш новенький SSD. Создаем простой том NTFS. Форматирование у нас моментальное. Ну и запускаем CrystalDiskInfo. И давайте посмотрим, что же по нашему накопителю здесь. Вот он у нас определился. Все корректно. Чтение, запись у нас есть. Все по нолям. Общее время работы 0 часов. Одно включение. Перед нами абсолютно новые SSD. Температура 39 градусов. Комнатная температура 28. И смарт-параметров небольшое количество. Ну, а куда больше, если все самое интересное у нас отображается. Так, для контроля за температурой запускаем CPUID Hardware Monitor. Сворачиваем все ненужные нам устройства. И будем наблюдать. Так, у нас температура уже 41 и уже даже 42. Что ж, запускаем первый тест. Это CrystalDiskMark в 5 прогонов по 1 ГБ. На абсолютно пустом накопителе. И ждем результат. Ну, а пока у нас идут тесты. Давайте перейдем на официальную страничку нашего SSD. Экстра мощь для мега-результатов. И вот так вот компания Patriot позиционирует SSD Viper VP4100. Скорость чтения до 5000. Запись до 4400. Максимальная долговечность внешней термодатчи. Контроллер FISEN E16. Алюминиевый радиатор совместим с Ryzen. Уничтожайте своих противников на гиперзвуковой скорости с помощью Patriot Viper. Все вот так вот красиво. Есть объемы 501 ТБ и 2 ТБ. Есть фирменная утилита Toolbox. Ну и, конечно же, давайте перейдем в характеристики нашего накопителя и посмотрим. Итак, контроллер FISEN E16. Дирам Кэш 1 Гигабайт. Ресурс 1800 ТБ для версии на 1 ТБ. Это отличный результат. И скорости до 5000 на чтение до 4400 на запись в Crystal Disk Mark. Пятилетняя гарантия у накопителя вот такой вот SSD. Тесты у нас завершены. Мы с вами получили 4930 МБ в секунду на чтение, 4413 МБ в секунду на запись. И можно сказать, что у нас все полностью совпало с тем, что заявлял производитель. Заявлено было 5400 МБ в секунду. Что касается 4К-блоков, 60 МБ в секунду. Ну, это уровень PCI 3.0. SSD все-таки хотелось бы здесь увидеть 70 и больше. Но, как есть. Дальше мы с вами запускаем SSD Benchmark. Кстати, отмечу, что за время тестов у нас накопитель нагрелся до 81 градусов. Это только Crystal Disk Mark. И здесь у меня есть вопрос. Да, в комнате у меня жарковато 28 градусов, но все же. Кстати, сейчас у меня же стоит СВО. И ничего никак, никем вообще не может обдувать наш SSD. Если раньше над SSD, над верхним слотом M.2 стоял все-таки кулер, и там, возможно, какие-то завихрения могли доходить до SSD, то сейчас их нет. Что ж, продолжаем на нашем накопителе F. Ждем результат. Накопитель здесь стандартно показывает линейные скорости ниже, чем в Crystal Disk Mark. Но нас здесь интересует итоговая цифра по баллам. 6413 баллов. Отличный результат. На версии 500 гигабайт. Количество баллов у нас было где-то 6.290. Что ж, следом давайте запускать ATO Disk Benchmark. И вот здесь, мне кажется, мы с вами легко и просто увидим троттлинг, потому что накопитель у нас сейчас нагрет до 67 градусов. Ну что ж, давайте запустим тест и убедимся в этом. Тесты у нас завершены. Накопитель нагрелся максимум до 77 градусов во время тестов ATO Disk Benchmark. Та, что здесь проблем у нас нет, троттлинга никого нет. Ну и по графику, я думаю, это можно заметить. Что касается скоростей. В максимуме 5,26 гигабайт в секунду на чтение и 4,07 на запись. Но, если мы посмотрим то, что у нас заявлено в утилитах, 4,700 и 4,200, то чтение гораздо выше. Ну а запись чуточку пониже. Ну да ладно. Следом Adjo Video Systems. Смотрим, что же у нас будет здесь по тестам. Все великолепно. Ну а теперь сворачиваем все наши синтетические тесты для того, чтобы выполнить команду trim на нашем накопителе F. Сделать паузу 15 минут и перейти к тестам на реальную скорость записи. Времени прошло достаточно. И давайте начнем традиционно копировать папочку Render объем 100 гигабайт с накопителя Samsung 970 EVO+. Объем 500 гигабайт. И давайте смотреть, что же у нас здесь будет. Итак, 1,8 гигабайта в секунду. Реальная скорость записи у нас при копировании с PCI 3.0 SSD накопителя. Но для нас же этого мало. Времени прошло достаточно. И давайте копировать папочку Render, но не с накопителя PCI 3.0 970 EVO+. А с накопителя AORUS 7000S объем 2 терабайта. Один из самых быстрых SSD. Тоже PCI 4.0. И давайте посмотрим, что же в итоге у нас будет. 1,9 гигабайта в секунду. Реальная скорость записи у нас на SSD. Что ж, давайте посмотрим, что у нас будет по буферу. Паллада 1,8 и снова практически 1,9. Запись первой папки у нас подходит к концу. 1,8 гигабайта в секунду. Реальная скорость записи. Хороший результат. Ну а мы продолжаем заполнять SSD. Кстати, накопитель уже нагорелся до 67 градусов. Смотрим, что же будет у нас дальше. Запись второй папки подходит к концу. Скорость прежняя 1,8 и 1,9 гигабайта в секунду. Третья папка подходит к концу. Температура 78 градусов. Скорость 1,8 гигабайта в секунду. И вот у нас снижение скорости. Буфер у нас 350 гигабайт. Температура 81 градус. Скорость упала до 620 мегабайт в секунду. 600 мегабайт в секунду. Так, потихонечку она у нас идет вниз. 580. Интересно. Смотрим, что же будет дальше. Итак, скорость у нас 600 мегабайт в секунду. И вот у нас еще одно снижение скорости. А вот это уже есть троттлинг, потому что температура у нас достигла 82 градусов. А на именно этой отметке SSD накопитель Viper VP4100 объем 500 гигабайт как раз уходил в троттлинг. Ну и здесь у нас все то же самое полностью повторяется. А значит сейчас до конца записи у нас будет волнообразная скорость. То есть резкое снижение, медленный набор скорости. После нагрева опять скорость у нас будет падать. Запись четвертой папки у нас подошла к концу. Скорость записи у нас резко выросла. И давайте мы посмотрим, что же будет у нас, если мы будем копировать пятую папку. Да, на тех скоростях, на которых у нас остановилась... На тех скоростях, на которых закончилась у нас четвертая папка. Да, вот точно так же медленно, потихонечку накопитель набирает скорость. Температура тоже у нас потихонечку пошла вверх. 78 градусов. Но как только, я думаю, наберет накопитель 600 мегабайт в секунду, то сразу же у нас будет провал по скорости. Давайте посмотрим. Итак, у нас скорость вернулась к отметке 600, так, 700 мегабайт в секунду. И скорость у нас продолжает расти, как и температура. Вот сейчас у нас 82 градуса и резко у нас скорость падает после 710 мегабайт в секунду до 30. И сейчас точно так же у нас скорость потихоньку-потихоньку пойдет вверх, а накопитель будет остывать. Запись пятой папки у нас подходит к концу. Скорость медленно выросла уже до 190 мегабайт в секунду. Температура упала до 75 градусов и активно расти. Она начнет от 300 мегабайт в секунду скорости реальной записи. Что ж, вот такой вот график есть. И до конца записи, пока мы не дадим буферу освободиться, у нас будет продолжаться эта ситуация. То есть троттлинг будет у нас до конца непрерывной записи. Только мы остановимся, сделаем паузу. Все, у нас буфер очистится и мы можем продолжать записывать дальше. Но стоит учитывать, что по мере заполнения буфер тоже становится меньше. Не вижу смысла заполнять SSD дальше. Там мы ничего особого интересного уже не увидим. Поэтому удаляем все данные с нашего SSD. Выполняем команду Trim через оптимизацию на нашем накопителе F. Ну и делаем паузу, 15 минут и продолжаем тесты. Тест ID64 у нас завершился. Получили вот такой вот интересный график в максимуме. Почему-то было всего 2629 мегабайт в секунду. Есть у нас просадка по середине записи, которая идет. И как будто бы это троттлинг. Потому что резкая просадка, плавный возврат вверх, снова резко вверх и так далее. Ну а после 50%, ну тут явно троттлинг. Скорость падает, набирается, падает, набирается. Как мы с вами это видели на тестах реальной записи. Что ж, на 500 гиговой версии такого не было. Там график был у нас просто ровненький. Ну давайте я вам покажу. Вот такой вот график был на версии на 500 гигов. Но она была медленнее и скорости там в принципе тоже были невысокие. Что ж, отлично. С этим разобрались. Остается только посмотреть на контроллер и на память. Которая здесь у нас установлена при помощи утилиты от Вадима Очкина. Вот он наш накопитель 1. Смотрим. Чипы памяти Toshiba 96-слойные. Bix 4, отлично. Контроллер у нас. Контроллер у нас. Faison 5016. E16 как и было заявлено. 1024 мегабайта DRAM Cache. DDR4 память на частоте 1600 МГц. Что ж, все отлично. Все как и должно было быть в этом SSD. Но пока у нас накопитель еще тепленький. Давайте-ка мы с вами попробуем отклеить. Раз, идет, идет. Понависимо. Допустим нет. Отлично. Тихонько. Опа. Вот так вот все мы с вами отклеили. Видим термопрокладки. Термопрокладки у нас как раз выполнена. Одна на чипе, другая на DRAM Cache. Почему-то они на контроллере. Что я считаю странно. И надо их будет переклеить. Для лучшего теплоотвода. Именно поэтому я думаю здесь у нас такие высокие температуры. Если термопрокладку переместить с этой части на контроллер. То теплоотвод будет куда лучше. Что ж. Давайте посмотрим что же у нас здесь. Это у нас FISON PS5016E16. Чипы памяти Toshiba. И DRAM Cache. SK Hynix. Все в принципе как мы с вами и видели. С обратной стороны есть у нас тоже наклеечка. Аккуратненько ее отклеиваем. И DRAM Cache у нас два. Тоже Hynix и четыре чипа Toshiba в итоге. Вот с такой наклеечкой, которую отклеивать нельзя. Иначе мы лишимся гарантии. Что ж. Вот такой вот SSD. Давайте подводить итоги. Тесты завершены. Результаты получены. И я не стал делать дополнительные тесты без радиатора. Потому что троттлинг, друзья. Он достаточно быстро у нас с установленным радиатором происходит. А без радиатора будет просто мгновенно. Ну не мгновенно. Быстрее короче. Что же касается радиатора от материнской платы. От моей. Тоже зачем его использовать. Да, накопитель будет нагреваться медленнее. Да, мы троттлинг возможно и не увидим. Но я думаю все равно увидим. И соответственно скорость упадет. Медленно пойдет вверх. Мы это видели и с родным радиатором. Для чего мучить в очередной раз SSD. Я не знаю. Все что можно было мы с вами увидели. Ну и давайте в первую очередь начнем с того, что радиатор есть. Круто. Молодцы. Но почему термопрокладка, которая там есть, которая там идет, приклеена не на контроллер. А приклеена на либо на DRAM чип, либо на чипы памяти. Хотя самым горячим у нас является все-таки контроллер. В общем, в этой версии я исправил это положение. Сейчас термопрокладка у нас стоит на контроллере, когда я собирал уже. И да, пусть у нас не охлаждается DRAM кэш. Но он не греется сильно. Нам-то важно контроллер. В общем, сделал так. Что же касается температур, то троттлинг здесь есть. И даже с установленным радиатором нам удалось его достичь. Отметка все та же. 82 градуса. Все точно такая же картина. Скорость резко падает. Потихонечку, потихонечку восстанавливается. Как только нагревается, сразу падает снова. И кто-то может сказать, блин, на версии 500 гигов такого не было. Но там и накопитель был медленнее. А здесь-то у нас все. Здесь у нас на максималочках все, что может контроллер. Он все нам показывает. Но я не вижу здесь чего-то такого, что прямо фу-фу-фу. Накопитель показывает себя нормально. Буфер, максимальный буфер, который есть на пустом накопителе, он полностью заполняет без каких-либо просадок. Скорость нагреться SSD у нас до максимума не успевает. А что нужно еще? Вы вряд ли будете копировать на SSD супер-мега большие объемы данных. Даже если вам нужно записать, допустим, полностью забить этот SSD. Сделайте это в несколько заходов с паузами, чтобы SLC кэш у вас освободился и вы писали все на максимальных скоростях. В обычном использовании в играх, в обычном домашнем использовании серфинг, либо еще что-то, вы никогда не заметите просадок по скорости и у вас накопитель просто-напросто так не перегреется. То есть нагреть его можно либо реально большим объемом данных записи непрерывно, либо просто измучить его бенчмарками. И тогда да, тогда тоже температура вырастет, как мы это видели на CrystalDiskMark. В целом накопитель получился отличный. Это FISON 5016E16 и практически все накопители на этом контроллере показывают себя так же. Но здесь есть неоспоримый плюс и это радиатор в комплекте, который пусть хоть приклеен не совсем так, как надо. Возможно, кстати, эти наклейки связаны с тем, что контроллер чуть выше, чем DRAM CASH. И, возможно, я сделал неправильно, но, блин, греется, нагревается контроллер и, следовательно, пусть он отводит тепло от него. Термопрокладочка на радиатор. Вот такой вот интересный SSD получился. Это недорогой, так скажем, PCI 4.0 SSD с хорошим интересным дизайном, который мне действительно нравится. Из-за что Viper огромный респект. Дизайн радиаторов у них всегда классный, всегда крутой. Ну и на этом все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD.ru. И до новых встреч, до новых обзоров. Пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько стоит этот SSD, ссылка есть под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. Если вам все понравилось, то можете покупать. Спасибо. 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 Спасибо.